Друзья, привет! Сегодня у нас, можно сказать, исторический день. Получается, во время нашего отсутствия и прибытия в Афганистане наши друзья нашли танк. Нет, вроде бы как провели легенду, начали исследовать, размыли, и сейчас там есть танк. Вот в данный момент они попросили нас приехать, мы взяли гидрокостюм, там все прилагающиеся аксессуары, и едем туда, чтобы глубина 3 метра, вода, говорят, мутная, потому что было болото, но для начала мы хотя бы, если не снимем, хотя фонари у нас есть, подводная камера есть, но если не будет видеосъемки, то почувствуем руками, а дальше будем принимать решение. Так что смотрим, к чему приведет наша поездка и будут ли результаты, нам все время очень интересно. Да, и самое интересное, мне непонятно, как они его нашли. Вот это самое главное. Эту тайну я вам открою чуть позже. А ты знаешь, да? Да, я знаю, я разговаривал, как они его нашли, но мы откроем ее на месте, когда приедем. Мы все смотрим, да, смотрим, не переключаемся. Приехали на место, сейчас берем все оборудование необходимое и, соответственно, будем мы производить магнитометрическую съемку, а потом опустим под лед нашего товарища Андрея в водолазном костюме. А вот он, кстати, сзади идет. В общем, ребята уже размыли, говорят, какая-то фигня есть, даже две, как они говорят. Проверим, фигня это или не фигня, вот это самое главное. А потом будем все остальное смотреть. Может и нырять не придется. Отходи, отходи. Это там, чтобы водка плавать? Да, 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 это там, где мы на лодке плавали. Это на левую сторону плавали? Подожди, там же кусок брони лежит, которую я тогда на лодке зацепил. Ну, голубой хитый кусок. Ну, там нормальный такой был. Я даже могу показать, где она находится, я визуально помню. 160 килограмм, да, как-то? А? Не 160 килограмм. Да нет, я думаю, что нет. Ну... Да, я не знаю. Да просто заталкивай их под лед, да и все. Так, друзья, ну, здесь два куска. Нырнуть у нас не получилось. Будем ждать понедельника. Сейчас будем производить... Вот это настоящий звук брони. Это бронь, да? Да. Видишь? Ага. А это промазал уже или что? Как-то он странно лежит. А ну, покажи, Волк, как надо. А ну, а как он лежит у вас получается? Да. Видишь, верхняя точка? Ага. Вот, смотри. Это ты же промазал. Вот, я веду по ним. Ага. Что по нему будет? Ну, я сейчас слышу, что... И дальше мул, и дальше еще идет, и идет, и идет. Сань, да, теперь посмотри, какая высота ширина. Ну да, не маленькая. Смотри. А первый раз бьет по какой высоте? Первая? Да, это 4 метра где-то, наверное. Смотри. Первый раз бьет по 220. 220, да? Меньше, наверное. Вот, все. 220, да. Да, а здесь по предположениям что, это черка какая-то разбитая или нет? Или неизвестно? Это экстрасенсы. Не знаешь, да? Так, вторая точка, но здесь аномалия поболее будет. Тут поглубже будет, да? А сейчас. Здесь метр 80. 80. То есть, где там, наверное, точка? Там, самый выше. А? Там, самый выше. Там, самый выше? Да. Друзья, неделя спустя мы возвращаемся на наш объект, который мы пытались исследовать и нырнуть на прошлой неделе. Нырнуть у нас не получилось. По поводу этого объекта я хочу сказать, что мы его отбили еще осенью. Я думал, это какой-то другой объект будет. Но, как оказалось, ребята решили, наши друзья, размыть именно ту аномалию, которую мы нашли в прошлой осенью. Вот Андрей. Да, в общем, едем. Сегодня будем нырять на глубину около трех метров. Так что, смотрим, не переключаемся. Собираемся мы на работу. Жень, такой вопрос. А зачем вот тот кулечек, который ты пояснил? Сода, да. Что она делает? Натрем водолаза, и он не так замерз. Оказывается, сода помывает, да? Говорят, что сыпешь соду, и минут 15 есть, идеально снимать можно. Да, то есть, оно осаждает мул, наверное, да? Да. Муть уходит. Муть уходит, да? Проверим этот метод. На сколько он правдивый, я не знаю. Сода обладает свойством очистки. Понял. Друзья, сейчас сделаем изначально магнитную съемку. Как мы видим, разбили колышками территорию 20 на 20. Вот видим, с очерета сделали колышки. И сейчас планомерно вот эту всю площадку 20 на 20. Магнитометром сделаем съемку. Так что смотрим, не переключаемся, и обязательно посмотрим на результат. После этого сделаем еще георадарную. Алексей начал делать магнитную съемку. Он все еще сомневается. Отец, серьги, переставляй рулет. Положи рулетку. В том, что здесь находится немецкий танк. Проводим магнитную съемку. Находимся практически над объектом. Последнее измерение. Магнитную съемку закончили. Сейчас приступим к георадарной. Но есть одно но. Я только что, ребята, провалился и набрал полные, как бы, вот эти ботинки воды. Пойду я переодеваться. Ты один набрал. А? Один, один только набрал, да. Я сегодня второй человек, который провалился. Один человек у нас по пояс провалился. Ну, мне повезло, я только... Потому что в воскресенье нельзя ничего делать. Все правильно. Ну, ничего. Мы такие парни, что будем делать. В общем, смотрим, не переключаемся. Друзья, приходится работать в экстремальных ситуациях. Когда здесь у нас было... Здесь был прорезан у нас лед. И, соответственно, приходится тянуть георадар аккуратненько. Стоп. Стоп. На веревке, чтобы не провалиться. Потому что я уже провалился. Стоп. 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 По чуть-чуть тяни. Давай чуть-чуть. Стоп. Есть. В общем, так вот. Стоп. Все выглядит. Я только... Чуть-чуть... Экстремальное. Чуть-чуть шпотнулся. Бывает. Кто же эти такие... Клана вырезала, а? В общем, как-то так все выглядит. Вот. Стоп. Заканчивается георадарная съемка. Последний проход. Жень, ты что? Снимай от него. Ты как подпольный Ширлиц. Завершающий профиль. И на этом приборный поиск у нас заканчивается. Все работы, ребята, мы закончили. Сейчас собираемся. Пойдем будем кушать. Уже скоро стемнеет. Завтра мы все-таки возьмем баллоны, водолазное оборудование и будем производить подводные работы в этих двух лунках. Друзья, прежде чем отправить Андрея нырять в прорубь, давайте сейчас посмотрим на полученные данные. Сейчас именно обработаем магнитную съемку. Площадка у нас, как вы помните, была сделана 20 на 20 метров. Вот уже прекрасно видны аномалии. Вот в левом верхнем углу находится очень большая крупная аномалия магнитная. Если посмотреть сбоку, у нас присутствует перепад в плюс-минус. То есть, вот эта центральная часть между перепадами, это, соответственно, у нас центр аномалии. Где-то она примерно метров 15 длиной. Явно выражена аномалия. Также аномалия находится в правом нижнем углу. Здесь поменьше аномалии. Также было найдено несколько аномалий более мелких. Вот вы видите их тоже. От этого места еще за метров, наверное, 50 находится еще несколько аномалий. То есть, могу с полной уверенностью сказать, что объект у нас полностью разорван на мелкие части. К сожалению, объект не является цельным. Ну, что есть, то есть. Ну, а сейчас, друзья, давайте вместе спустимся под воду и посмотрим, что это за объекты и что это за магнитные аномалии. Друзья, видим температура минус 25. И Андрей в водолазном костюме в эту погоду будет нырять в прорубь. Минус 25 градусов для того, чтобы заснять объект, который был найден. А что делать? Да, ребята, заставили его. Я думаю, что так свежо? Мы взяли в машину. Минус 25, оказывается. Минус 25. Так что... Да, смотрим, не переключаемся. Увидим, что с этого получится. Лед замер в такт, но ходить по нему можно. Думали, продавил. Оказывается, с утра было 30. Это можно, потому что тысяч часов выехали. Достаточно. Андрей Васильевич готов к погружению. Андрей, тогда камеру еще включить нужно будет. Скажите, да. Нептун, Нептун, по-моему. Это что такое? Что тебе в голову есть такая молодая шанкасть? Фу, на место. Давай камеру включу, Андреюха, она не там включается. Давай я включу. А, как это? А, ты запрещу включу, фонарик включать? Нет, я включу. А, включишь, да? Да, я тебе переживу. Фонарик включил? Нет, не включал еще фонарик. Давай я включу фонарик. Он зажат, стой, стой, стой. Он зажат, он зажат, нормально, да, на фонарика, подожди. Стой, стой, стой. Так, спускаем воздух с костюма. Ну, пошли в кухню. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Друзья, снова мы вернулись на наш объект. Размыли ребята здесь намного больше чем в прошлый раз. Смотри Смотри Выглядит Так, водолаз спустился Подаем ему троса И попытаемся сейчас через полиспас вытянуть небольшой кусок брони Броню поднял, Толя! Поднимается кусок брони Что там? К немецкий крест есть или нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА